вот мы в одной из квартир тут уже женщина поубирала конечно это в осколках вчера в 3 часа а вы где были я приехала ездила пенсионный приехала где хала лежала на кровати его я вообще не знаю вот тут вот вот тут лежала с краю вот так он на кровати этим одеялом укрыто бы у меня сильное давление пришло плохо думаю ляжу полежу в 2 часа и я легла не глянулась как заснул и уже просыпаюсь или не знаю я или меня вот это все разбудило ли сама проснулась хоть и темно хоть и бог нашел все на меня сыпется летит падает ну слава богу слава богу что я лежала если бы я была сидела то я не знаю чтобы это было ну так осколок вот прилетел к вам в спальню через дверь ничего себе осколок большой такой посмотрите что под кровати мы под этим я увижу а куда вот этот осколок а вот не найду он может за диваном и где-то ну сейчас глянем отодвинем может упал сюда а ну давайте я его самодергаю не могу выкидывать давайте слышите как вас зовут вы мне андрей а там нету его вроде а куда-то упал все таки ну а бог его знает где он делся мы вот такие у нас красивые классы современные с рисунками соответствующими предметом ребятушки ну вы хоть ждете деда мороза самое главное елочка и подарочки смотреть в эти добрые честные такие порой наивные глаза детей которые ждут деда мороза где-нибудь там с крыши сверху это действительно замечательно ты можешь подарить деткам минутку и счастья и радость с первых минут рейда по известному сетевому супермаркету замечаем ажиотаж перед новым годом только увеличивается каждый пытается успеть совершить покупки например молодая пара уже закрыла список необходимых ингредиентов признаются приятно удивлены ценами есть моменты конечно когда немного завышенные есть когда и подешевле допустим как мы сейчас сок берем да он сейчас по акции ну как бы сказать что прям какие-то стратегические изменения произошли нет мы все понимаем нелегкая обстановка как бы в городе спасибо что вообще эти продукты есть но такого мнения не разделяют и сотрудники минпромторга первым товаром который попал во внимание специалистов оказался сахар ведь за последнее время цена превышает рекомендованную соответствует ли сахар вот установленной цене нет не соответствует цена сахара выше 70 рублей тогда как в ростовской области уже 67 рекомендованная штабом по ценообразованию тоже 67 ориентиром для ценового рейда выступила стоимость товаров в ростовской области незначительную наценку обнаружили на овощах крупах и некоторых фруктах и консервах проверяли цены на соответствие ростовской области и на соответствие установленным межведомственным штабом по ценообразованию значит из минусов морковь не соответствует установленной цене 42 рубля установленная 40 также огурцы свежие помидоры свежие 180 рублей рекомендованная цена здесь цены выше несколько выше масло подсолнечное не соответствует рекомендованной цене 115 рублей минимальная цена 110 но главное объекта для мониторинга яиц в супермаркете не оказалось в наличии. Как говорят представители торговой сети, так получилось из-за повышенного спроса и минимальной цены по республике 85 рублей за десяток. В ходе очередного рейда по сетевым супермаркетам Донецка мы выяснили, что на некоторые товары, например, как морковь, сахар, курица цена действительно выше, чем рекомендованная. Ну а что касается самого покупаемого товара в этом году, за ценой которого следят, наверное, все жители республики, это яйца, здесь ситуация действительно плачевная. Совсем недавно антимонопольная служба России возбудила дело в отношении производителей яиц из-за повышения цены, отпускной цены, дабы урегулировать эту ситуацию. Эффективнее бороться с необоснованным подорожанием станет возможным после принятия подзаконных актов и создания компетентных органов. После всех процессов нерадивые предприниматели будут нести ответственность за нарушения вплоть до штрафов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok